После того как вы перешли по партнерской ссылке одного из участников на основной сайт проекта, обязательно посмотрите видеопрезентацию, поймите суть работы проекта, прочитайте правила, ответы на популярные вопросы. Здесь есть раздел «Видеопомощь», в котором вы можете увидеть, как зарегистрировать счет платежной системы PerfectMoney, как его пополнить. Если вас все устраивает, нажимайте кнопку «Регистрация». Так вот у нас открылась регистрационная форма. Начинайте вводить свои данные. Пишем имя, фамилию, указываете адрес электронной почты. Ссылка на профиль ВКонтакте. Многие не знают, что это такое. Объясняю. Вот вы находитесь на своей страничке ВКонтакте. Ссылка на ваш профиль – это адрес вашей страницы, который присваивается ВКонтакте на момент регистрации. То есть мы видим ВК.ком, слэш-айди и номер страницы. Если вы находитесь на другой вкладке «Мои фотографии», сообщения, видео, аудио, вам нужно нажать «Моя страница». У вас обновится окно, и вы увидите адрес своей страницы. Копируете его. Возвращаетесь на сайт проекта. Вставляете ссылку. Вот мы видим, что система засчитала. То есть такого адреса страницы ВКонтакте нет еще в базе проекта. Далее вводим кошелек электронной платежной системы PerfectMoney. Кто не знает, что такое электронная платежная система PerfectMoney, вот снизу есть «Видеопомощь». Нажимаете, у вас будет там два видеоролика и ссылка для регистрации в электронной платежной системе. Первый видеоролик – это «Как открыть счет в электронной платежной системе». Второй – его пополнение. Все, здесь вводим пароль. Повторяете пароль еще раз. При вводе учитывайте, чтобы у вас стояла английская раскладка клавиатуры. И смотрите положение клавиши капслок. Вот мы видим человека, по чьей ссылке мы перешли. То есть если мы нажмем, вот написано «Наталья Яковец», нас переведет на страницу ВКонтакте этого человека. Если у вас самостоятельно не получается пройти регистрацию в проекте, вы точно так же можете воспользоваться помощью человека, который вас пригласил в проект. Пусть это будет и непосредственно, где-то вы просто наткнулись на объявление, на ссылку. Но все же человек этот заинтересован в том, чтобы вам помочь. Далее. Пользовательское соглашение. То есть регистрируясь в проекте, вы соглашаетесь полностью с пользовательским соглашением и принимаете проект таким, какой он есть. Если вы не согласны с пользовательским соглашением, регистрироваться не нужно. Я принимаю пользовательское соглашение и нажимаем «Регистрация». Вот мы видим сообщение системы. Поздравляем, вы успешно зарегистрированы. Входим в личный кабинет. Вводим нашу почту, указанную при регистрации. Пароль. Да, кстати, вы видите, здесь есть ссылочка «Забыли пароль». Если у кого-то туговато с памятью, лучше записывайте свои данные сразу, потому что запросы часто поступают на восстановление пароля, на восстановление почты. Люди забывают свои данные. Ну, как бы тем самым вы нагружаете службу поддержки. Проект должен развиваться, да, а не отвечать на ваши письма. Поэтому лучше записать, если не можете запомнить. Так, нажимаем «Войти». Если вдруг забыли пароль, нажимаете «Забыли пароль», указываете свой e-mail адрес, и вам приходит ссылка на тот адрес для восстановления пароля. Переходите, вводите новый пароль два раза, и все, входите по новой в кабинет. Так, смотрим дальше. Так, мы видим, система сообщает «Добро пожаловать, вы зашли в первый раз». И прежде чем окончить регистрацию, нам необходимо добавить семь друзей из предложенного списка. Нажимаем «Добавить семь друзей». То есть регистрация интуитивно понятная, но все же некоторые сталкиваются с определенными трудностями. Вот мы видим, система вывела нам семь человек на добавление в друзья. Нажимаем «Добавить». Открывается у нас окно ВКонтакте, в котором вы должны быть авторизированы на этот момент. Нажимаете «Добавить в друзья». Закрываете. Следующий. И так проделываете семь раз. Не торопитесь закрывать окно до того момента, пока ваша заявка в друзья не засчитается. Потому что при неоднократном добавлении в друзья ВКонтакте выводит капчу, которую нужно будет ввести, чтобы ваша заявка принялась. Все мы видим. Мы отправили заявку следующей. Закрываем. Добавляем, друзья. Вот мы видим, появилась капча у нас. Вводим капчу. Так вот, я уже слышу звук. Мои заявки в друзья уже принимать начали. Вот Руслан Пшеницын. Подтвердил, что он наш друг. Люди, которых вы сейчас добавляете, это люди из числа участников проекта. Это ни в коем случае не ваши рефералы, как многие думают. Это такие же участники. Так вот, мы добавили семь человек. Нажимаем дальше. Далее идет оказание помощи проекту. То есть, согласно пользовательского соглашения, участником проекта может стать активным участником. Любое лицо, достигшее совершеннолетия, согласно законодательству его стороны. И оказавший помощь проекту его участникам в размере 3,5 долларов, со своего счета, системы Perfect Money. Вы можете пропустить этот шаг. То есть, мы не обязываем вас совершать пожертвования в адрес проекта. Вы можете пропустить этот шаг и быть неактивным участником. А чтобы получить доступ именно к партнерской программе, вам необходимо активировать свой аккаунт. Нажимаем «Активировать аккаунт». И нас переводит на форму электронно-платежной системы Perfect Money. Вот мы видим, сумма указана 3,5 доллара. Оплата кому на счет проекта 7 друзей. Нажимаем «Сделать платеж». И авторизируемся в электронно-платежной системе по тем данным, которые мы указывали при регистрации. То есть, здесь смотрите очень внимательно. Передача средств, так называемая оплата, она должна пройти именно с того счета, который вы указали при регистрации. Чтобы ваш аккаунт автоматически активировался. Вводим логин пароль. Логин – это ни в коем случае не ваш номер счета. Это ID пользователя, который вам присваивался Perfect Money на момент регистрации. Этот ID Perfect Money высылает в первых письмах. То есть, там приходят первые два письма. Приветственное письмо и письмо с вашими данными. И вводим числовое значение для проверки здесь. Нажимаем «Посмотреть платеж». То есть, здесь уже на этот момент, на момент оплаты, сумма в 3,5 долларов, всего к оплате показано, 3,56. То есть, это процент снимает Perfect Money за перевод. Эта сумма уже должна находиться на вашем счету, иначе оплата не пройдет. Нажимаем «Подтверждение платежа». То есть, мы вот видим наш номер счета и сумма. То есть, у нас сумма сейчас достаточная. Подтверждаем платеж. Смотрите, еще один очень важный момент. Вот мы видим Perfect Money, платеж завершен. Все, деньги с вашего счета списаны уже. Их уже нет на вашем счету. Но ваш аккаунт в проекте «Семь друзей» еще не активирован. Чтобы он активировался автоматически, не нужно покидать эту форму ни в коем случае, как это делают многие. У вас есть кнопка «Продолжить». Вот вы видите, да, у нас написано здесь «Оплата прошла успешно, ваш номер батч для подтверждения». И стоит числовое значение. Вот это числовое значение, оно очень важно системе. Именно благодаря ему система распознает ваш платеж. Здесь мы нажимаем кнопку «Продолжить». То есть, вот как раз нажимая «Продолжить», отправляется это числовое значение, и система автоматически активирует ваш аккаунт. Вот мы видим, да, система поздравляет нас. Мы добавили «Семь друзей» списка и оказали помощь проекту. Все. Мы активный участник. Перейти в профиль. Сделаю вам небольшой обзор по работе в личном кабинете. Так, вот смотрите, здесь есть имя, фамилия, наш адрес электронной почты, наша ссылка, то есть профиль ВКонтакте. Вот здесь всего выплачено. Здесь будут стоять начисления именно от ваших рефералов вплоть до седьмого уровня. Вы видите здесь две реферальные ссылки. Первая ссылка – это ссылка, скомпилированная самой системой. Это непосредственно ваша ссылка, перейдя по которой человек будет засчитываться системой, как приглашенный вами. И вторая ссылка 8b.kz – это сервис сокращения ссылок. А ссылка в таком виде, как ее предоставляет нам система «Семь друзей» блокируется в социальных сетях ВКонтакте. Причин этому много, начиная от спама, заканчивая тем, что наш проект коммерческий и еще связан с ВКонтакте. ВКонтакте не любит такие проекты. Поэтому при переходе по прямой ссылке ВКонтакте будет выдавать сообщение, что возможно сайт является мошенническим и ВКонтакте заботится о вашей репутации. Ерунда, людей мы здесь не обманываем. Все в порядке. То есть вторая ссылка как раз служит для того, чтобы люди беспрепятственно смогли перейти по вашей ссылке. Но здесь опять же такой момент, что определенное количество переходов ВКонтакте распознает опять же ссылку, которая здесь спрятана, замаскирована. И точно так же может стоять запрет на переход по этой ссылке. Как избежать этих недоразумений я вам расскажу в следующий раз. Так, ну вот смотрите, давайте дальше. Вкладка «Активная моя страница». Это ваш личный кабинет. Снизу вы видите точно так же правила, часто задаваемые вопросы. Если у вас возник вопрос, не нужно сразу писать в службу поддержки. Друзья, не нужно нагружать. Там также сидят живые люди, которые не будут просто элементально отвечать на ваши нелепые вопросы. Потому что есть реально нелепые вопросы. Непонимание работы системы. Кому непонятно как работает система, вернулись на главную, посмотрели презентацию еще раз. Не захотели смотреть, откройте, почитайте. Какой-то есть вопрос, откройте часто задаваемые вопросы, прочитайте. Если вы не нашли ответ на свой вопрос, только тогда пишите в службу поддержки. Вот здесь есть контакты. Дальше. Вот «Добавить друзей» раздел. Раздел еще находится в разработке, но информация здесь представлена. То есть вы видите людей, вы точно так же можете приглашать их в друзья. Кто-то из них будет отвечать взаимностью, кто-то будет переводить в подписчики. Ну, как бы сейчас это такой добровольный раздел. Никаких сердечек на баланс, вы здесь ничего абсолютно не получаете. Участие в этом разделе. То есть, ну, дело каждого. Ну, было бы неплохо, конечно, если бы каждый заходил хотя бы раз в сутки и добавлял этих 7 человек в друзья. То есть, тогда количество бы друзей у каждого бы постоянно увеличилось. Это участники из внутренней базы самого проекта. Дальше. Мои рефералы. Вот здесь мы видим наш реферер. Реферер – это человек, который нас пригласил. Если нажать на ссылку, перейдем на страницу ВКонтакте. Человек, который нас пригласил. Если что-то у нас не получается, можем узнать у него. Если у вас долгое время нет результата, обязательно свяжитесь с своим вышестоящим спонсором. Объясните ситуацию. Человек заинтересован в том, чтобы у вас развивалась ваша команда. Он подскажет вам, что делать. Перенимайте опыт. Всегда держите связь со своим информационным спонсором. И мы видим уровни. То есть, соответственно, когда у вас начнут появляться рефералы, это не заставит себя долго ждать. Проявляйте активность. Здесь будет выводиться список людей, которых вы пригласили. Дальше мои транзакции. Точно так же здесь будут стоять последние транзакции. То есть, последние переводы, которые были получены от участников проекта. Здесь денег в проекте нет. Выводов запрашивать не надо. В чем большая особенность проекта, большой его плюс. Мы не накапливаем средства, которые поступают от участников в виде благотворительности, в виде подарков. Они автоматически разбрасываются по счетам участников согласно маркетинг-плану. То есть, как только поступил платеж, деньги автоматически поступили на ваш счет. Все суммы, которые указаны здесь на сайте, это просто информация. Чтобы вы могли отслеживать, могли смотреть, что происходит вообще. Как движутся дела по вашему проекту. То есть, понятно, деньги поступают на тот счет, который вы указали в настройках при регистрации. Вот мои настройки. Нажимаем. Видим наше имя, фамилию. Почтовый ящик. Кошелек платежной системы PerfectMoney. Именно на него идут средства. И ссылка на профиль ВКонтакте. Если вас заблочили ВКонтакте, заморозили страницу на определенный момент, вы можете профиль сменить. Потому что, если ваш профиль будет заморожен, заявки в друзья при приглашении людей вы получать не будете. Но реферальная система, она работает. То есть, рефералы вам будут засчитываться. То есть, соответственно, здесь вы можете сменить свои данные. И помощь. Если вы новичок, вообще в интернете, в таких проектах участвуете впервые. Вот рекомендую, да даже не тем, кто впервые участвует, всем обязательно зайти в раздел помощь. И прочитать всю предоставленную здесь информацию. Она предоставлена здесь не просто так. Можно очень долго, извиняюсь за выражение, тупить. Пытаться, пробовать, делать что-то самостоятельно. А потом, уже через месяц, когда вам это все надоест, вы уже будете взбешены, что у вас ничего не получается. Зайдете в раздел помощь, прочитаете. А тут оказывается, вот оно что. Всего нужно было уделить 20 минут времени. Внимательно прочитать инструкции. Использовать на практике. Итак, смотрите. Правила работы с реферальными ссылками. Сейчас не буду вам рассказывать все эти моменты, можете прочитать. Дополнительно, думаю, будем делать школы, будем объяснять это дополнительно. Дальше, как приглашать. Да, и у нас расписаны варианты. Что мы можем сделать для приглашения людей. Все методы здесь описаны. Это не литературный жанр. Да, не роман. Это все проверенное на практике. Можете использовать. Это практические задания. Вот мы видим конкретно тема реклама продвижения в группах, пабликах, встречах ВКонтакте. Это делал я, это делали многие люди. Делайте вы, будет результат. У нас он есть. Ну, вот, в принципе, обзор, это весь обзор кабинета. Еще единственное, хочу вернуться к чему. Вот, когда у вас появятся здесь рефералы, они будут делиться на две категории. Это будут активные и неактивные. Здесь будет стоять список людей с ссылкой. Стоять будет ссылка на профиль ВКонтакте. Перейдя по которой, вы можете связаться со своим нижестоящим рефералом. Рефералы второго и последующих уровень, их координаты будут скрыты от вас, да, в целях обеспечения безопасности работы проекта. Потому что многие участники пренебрегают этикой, начинают переманивать в другие проекты рефералов. Но суть не в этом. Вот у вас будет стоять человек, напротив будет стоять активный, либо неактивный. То есть, соответственно, если человек неактивный, возможно, ему нужна ваша помощь в регистрации проекта. Вот данное видео вы можете ему предоставить. Оно также будет помещено в раздел «Видеопомощь». Если у него что-то не получилось, да, или непосредственно поделиться своими координатами в скайпе, помочь ему через демонстрацию экрана и так далее. То есть, в любом случае, держитесь командой, тогда будет результат. Все, всем всего доброго, успехов! Субтитры создавал DimaTorzok